Здравствуйте, с вами Дара. Продолжаю ознакомить вас с рецептами лечения из книги, которая называется 1500 рецептов народной медицины. Ее авторы семейства фитотерапевтов Лавриновых. Сегодня хочу вас ознакомить с рецептами лечения половой слабости. Настойку корней оралии маньчжурской готовят на 70% спирте или водке в пропорции 20 г корней на 100 мл спирта. 20% настойку, действие которой подобно женьшеню, принимают по 30-40 капель 3 раза в день как тонизирующее средство при половом бессилии. По другому источнику настойку готовят на 70% спирте в соотношении 1 часть корней на 5 частей спирта и принимают по 10-15 капель на прием 2 раза в день. Настойку корневищ с корнями заманихи и хинопанакса высокого готовят на 70% спирте. Настойка представляет собой жидкость светло-коричневого цвета, горьковатого вкуса. Принимают по 30-40 капель 2-3 раза в день до еды, значительно повышает половую потенцию, устраняет депрессию. Курс лечения экстрактом золотого корня радиолы розовой должен назначить врач. Продолжительность его от 10 до 20 дней. Принимают по 5-10 капель экстракта 1-2 раза в день за 30 минут до еды. Дозу ежедневного приема увеличивать нельзя. Препарат обладает высокой биологической активностью и при передозировке вызывает нежелательные побочные явления, повышенную раздражительность, бессонницу, боли в сердце. Настойку корней или листьев жиншеня готовят на 50 или 60% спирте из корней в соотношении 1 к 10, из листьев в соотношении 1,5-2 к 10. Принимают по 15-20 капель на 1 прием. Для применения препаратов из оралии, заманихи, золотого корня и жиншеня имеется ряд общих противопоказаний. Это состояние возбуждения, гипертоническая болезнь, лихорадочные состояния, нарушение сердечной деятельности, бессонница. Жидкий экстракт левзии сафлоровидной готовится на 70% этиловом спирте 1 к 1. Это жидкость красно-бурого цвета, горьковатого вкуса, в смеси с водой дает мутный раствор. Назначают по 15-20 капель 2 раза в день до еды при половой слабости, а также в качестве стимулирующего средства, повышающего работоспособность при умственном и физическом переутомлении, неврозах, при различных астенических синдромах. 3 столовых ложки измельченных корневищ левзии сафлоровидной на 1 литр кипяченой воды. Настаивать 3-4 часа, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды при половой слабости. Настойку заманихи высокой на 40% спирте в соотношении 1 к 5 назначают по 30-40 капель 2-3 раза в день в течение 25-30 дней, как тонизирующее средство при половом бессилии. 1 столовая ложка свежих или сухих листьев клена астролистного на 1 стакан кипятка. Настаивать 1-2 часа, процедить, принимать по 1-4 стакана 3-4 раза в день до еды в течение 20-25 дней при половой слабости. 25 грамм измельченных корней синеголовника полевого на пол литра воды, кипятить 10 минут, настаивать 1 час, процедить, принимать по полстакана 3-4 раза в день до еды при половом бессилии, простатите. Морковный сок по 1 столовой ложке пьют с небольшим количеством меда 3-4 раза в день при половой слабости. 2 столовые ложки измельченных свежих корнеплодов пастернака посевного и 3 столовые ложки сахарного песка на 1 стакан кипятка варить на слабом огне 15 минут в закрытой кастрюле, настаивать 8 часов, процедить, довести кипяченой водой до исходного объема, принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день для возбуждения половой функции. Настойка корней подлесника европейского готовится на спирте или крепкой водке в соотношении 1 к 3. Назначается по 30 капель на рюмку кипяченой воды 2-3 раза в день для усиления половой функции. 4 чайные ложки сухой измельченной травы на 200 миллилитров кипятка варить на слабом огне 4-5 минут, настаивать 1 час, процедить, принимать по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день до еды при половой слабости. 1 вторая столовой ложки травы с цветками, стручочками и семенами, настаивать 4 часа в стакане кипятка в закрытой посуде, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день при половой слабости. 5-7 ягод плодов спаржи лекарственной на 200 миллилитров кипятка, настаивать в термосе 6-8 часов, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день 25-30 дней при половой слабости. 1 столовая ложка измельченного корневища аира болотного на пол-литра воды, варить на слабом огне 15 минут в закрытой кастрюле, настаивать 30 минут, процедить, принимать по 3 столовые ложки 3 раза в день в промежутках между приемами пищи при сниженной половой функции. 4 чайные ложки сухой измельченной коры веточек можжевельника обыкновенного на пол-литра воды, настоять ночь, утром прокипятить на слабом огне 12-15 минут, охладить, процедить, принимать по 1-2 стакана 3 раза в день как средство, усиливающее половую деятельность. 1 чайную ложку порошка настурции на 1 стакан кипятка, настаивать в теплом месте 2 часа, процедить, выпивать после 17 часов за 1-2 приема в течение 25-30 дней для усиления половой функции. Для возбуждения полового влечения и половой функции взять по 30 грамм салата и листьев мелисы лекарственной, по 20 грамм травы льнянки и слоевищ цитрарии исландской, 1 столовую ложку смеси, залить 0,25 литров воды, довести до кипения, пить по 1 стакану в день. Лекарственные травы, корни, плоды Вы можете купить в нашем интернет-магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!